Ребенка сбила машину в Череповце ДТП 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 Ребенка сбил семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу В результате аварии школьница получила травму локтевого сустава, доставленную в больницу Обстательства происшествия устанавливаются Змейка разворот в ограниченном пространстве Дети смогли почувствовать себя водителями Все они участники конкурса «Безопасное колесо» Водить не так-то просто и на дороге может произойти все что угодно В этом убедились череповецкие школьники Они приняли участие в конкурсе «Безопасное колесо» А это значит сдавали теорию правила дорожного движения И практику вождения на велосипеде К слову, именно этот этап давался нелегко Детям надо было показать разворот в ограниченном пространстве Проехать змейку и ряд других препятствий Всего в мероприятии приняли участие более 60 детей Основная задача конкурса – привить детям грамотное поведение на дороге и во дворе Инспекторы ГИБДД продолжают наблюдать за тем Как пешеходы переходят дорогу по пешеходному переходу Девушка, через дорогу-то ходить где нужно? По пешеходному переходу Дети в детском саду об этом знают Как не стыдно? Уважаемые пешеходы, смотрите по сторонам Во время пересечения проезжей части Дожидайтесь полной остановки транспорта Подавайте правильный пример подрастающему поколению Нельзя через дорогу бегом перебегать Нужно переходить твердым уверенным шагом Убедившись, что все транспортные средства остановились И смотрите, пожалуйста, уважаемые пешеходы по сторонам Когда мы переходим дорогу, телефона не должно быть Мы должны с вами все видеть и все слышать Контролировать дорожное движение Господа пешеходы, давайте как-нибудь научимся ходить группами Они гуськом друг за другом Собрались группой, перешли Это гораздо безопаснее и удобнее для вас в первую очередь Нет здесь пешеходного перехода Нету здесь Нужно пройти дальше, либо вперед, либо назад А вы помните, как это было? Нашей программе 7 лет Мы пришли к выводу, за это время очень многое поменялось на дороге Предлагаем вспомнить вместе Отправляемся на проспект Победы Сейчас там крупный торговый центр и светофор А раньше, впрочем, смотрите сами В той толпе, как все бежал, я тоже Путь открыт, но я к тебе всегда спешу Всегда спешу Я бежал, боясь тебя не встретить Так хотел увидеть я твое лицо Твое лицо Вы понимаете, что вы нарушаете правила дорожного движения? Я понимаю И все равно нарушаете? Мы больше не будем И все равно, вы понимаете, все равно нарушаете? Да Больше не будем А почему так? Потому что вам просто ближе? Да Но вы не понимаете, что вы создаете аварийную ситуацию на дороге? Там не было машинок А если бы она появилась? Я бы не пошла Но вы видели меня здесь? Нет Нет? А меня не видите? Может, и машину бы не увидели? Вы почему дорогу здесь переходите? А здесь все время ходят Все время ходят? Все время ходят, да А здесь можно переходить? Ну, можно, наверное А почему можно? Тут и тропка есть Так тропка У нас по правилам дорожного движения Можно переходить, где тропки Где-то наделали пешокон А зачем, подождите А зачем вам делать пешеходные переходы, если вы по ним не ходите? Почему не ходите? Вы ходите, знаете, где? Где вам удобнее, а не где пешеходный переход Объясните, пожалуйста, почему вы дорогу здесь переходите? Здесь же нельзя переходить Да Вы знаете Вы подаете дурной пример своим детям Вы подвергаете их опасности Вот ребенок одет у вас, смотрите как Вы его тащите через трамвайные пути по сугробам Вот вы вам сами-то как Здесь же нет пешеходного перехода Знаете, а все равно нарушаете Сознательно? Нет А как не сознательно? Если вы знаете Так вы поймите, что вы можете попасть под машину Это же может обернуться грустными последствиями Создаете аварийную ситуацию На дороге гололед, машина же не сможет резко остановиться Вы так показываете дурной пример всем Люди же смотрят друг на друга и начинают так же нарушать Зачем это делать? И вы понимаете, что вы создаете аварийную ситуацию, нет? Я не создала Вы создаете аварийную ситуацию, вы переходите в темной одежде, вас не видно Вот смотрите, это не аварийная ситуация Водитель приходится тормозить Почему дорогу здесь переходите? Все тут идут Тропа да Ну так тропа А дорогу где нужно переходить? Где? По правилам Не знаю, я не здесь Не знаете? Да нет, а какая разница? Правила везде одинаковые, по всей территории Российской Федерации По пешеходному переходу? Да, вот дело, они есть Да, так вот у вас пешеходный переход здесь-то, зебра есть? Знак есть? Да Пешеходный переход здесь есть? Нету А почему переходите? Так думаю, сейчас только люди в профиле, я за ним иду Здравствуйте Ой, здравствуйте А я сливаю, не вижу, минус 12 Минус 12? А если машина поедет? Ну, мое несчастье будет Так, вот вы так легкомысленно относитесь? Нет, нет, не легкомысленно Нет, ну а почему? Вы говорите, мое несчастье будет, так спокойно об этом говорите Так а вы не подумайте, что человек-то из-за вас тоже пострадает, который в машине Нет, я все понимаю, у меня три водителя дома Просто я спешу, так бегом рванул Так вот, если у вас зрение плохое, так вы тем более идите на пешеходный переход Я вот сняла их Ну Потому что вы Так а смешного-то в этом ничего нет Да ничего смешного, смешно то, что ничего не вижу Ну а сейчас пара видео с автомобильных регистраторов Здесь так принято, что ли? Этим вопросом задаются горожане Речь о пересечении Октябрьского проспекта и улицы Любецкой Как отмечают горожане, нередко наблюдают Со стороны Октябрьского проспекта водители часто проезжают на красный Среди нарушителей и водителей автобуса Авторы этого видео призывают родители учить детей правилам безопасности на проезжей части Дети шустро въезжают на зебру на самокатах Так и до беды недалеко отмечают череповчане А сейчас еще один эпизод с дороги Он касается неправильной парковки У вас что-то случилось с автомобилем? Сигнализация аварийной Что случилось? Случилось Случилось, а где знак аварийной остановки раз случилось? А что случилось? Так я спрашиваю, у вас машина на аварийной сигнализации? Я не знаю, 5 минут мне нужно было просто сделать А как знак о чем говорит? Так я аварийную включила Так а знак аварийной остановки где? Раз у вас что-то с автомобилем произошло Вы здесь остановиться не можете Аварийная сигнализация вам ничего не дает Никаких возможностей остановиться в зоне действия знака остановка запрещена. Даже на 5 минут? Где это в правилах-то написано? На 5 минут. Я вот уже минут 15 здесь хожу около вашего замечательного автомобиля. Как неправда? Именно что правда документы. Будьте добры ваши. Водительское удостоверение, документ на машину, страховый полис. Ну и в продолжение темы парковки автобусов и пешеходов администраторы группы ДТП Череповца. Вечная проблема парковок снова обозначила себя. Помехой для пешеходов стал припаркованный автомобиль. Автор снимка пишет. Очень уж бабуля ругалась, слезая с высокого бортика. И действительно, оставленные около пешеходных дорожек машины часто становятся преградой на пути пешеходов. Особенно это затрудняет проезд, например, для детских колясок. Или, как в данном случае, автомобиль стал проблемой для пожилого человека. Оставляя машину вблизи скатов пешеходных тротуаров, старайтесь оставлять место. Не следует парковать автомобиль вплотную. Грубое нарушение правил дорожного движения снял автор следующего снимка. Речь пойдет о водителе автобуса. Видимо, объезжая небольшую пробку, водитель общественного транспорта решил поехать по обочине. Как пишет автор, в салоне автобуса находились люди. Штраф за непропуск пешеходов вырастет до 2,5 тысяч рублей. Такая новость не очень порадовала водителей. В обсуждениях нашлись как ярые сторонники повышения штрафов, так и противники. Те, кто считают, что новый закон не оправдан, пишут. Лично мое мнение, это бесполезно, все равно не пропускают. А если пьяный или под наркотическими веществами, ему наплевать, собьет и глазом не моргнет. Я сам водитель, но считаю, что пешеходу тоже стоило бы повысить штраф. А так как пешеход всегда прав, но не всегда жив. Хотя если кости какого-нибудь пешехода сделаны из железа, удачи. Лично мое мнение, не обессудьте. Всем удачи на дорогах. Есть те, кто настаивает на ответственности водителей, говоря о том, что прежде всего требовать надо именно с автомобилистов. Кто-то считает, что давно пора повысить штраф для пешеходов, например, за выбегание на зебру перед близко идущим транспортом или за переход на красный, либо вне пешеходного перехода. В целом мнение сходится в одном. Штрафы штрафами, а ответственность лежит на обеих сторонах. Сколько бы не был прилежен водитель, он практически ничего не сможет сделать в ситуации, тогда пешеход буквально кидается под колеса. Поэтому в первую очередь сами пешие участники дорожного движения должны себя беречь и соблюдать осторожность. Обо всем, что волнует череповецких водителей и пешеходов, мы расскажем через неделю. С сегодняшнего дня стартует мероприятие «Нетрезвый водитель». Прямо сейчас об этом инспекторы ГИБДД. За последние выходные, как показывает практика, зарегистрированный ряд ДТП по вине нетрезвых водителей. Многие такие водители считают о том, что ничего страшного и зазорного здесь нет, если сесть за руль и управлять им. Многие считают, что реакция не притупляется, не изменяется манера вождения. Но практика показывает обратно, что именно эти люди в состоянии опьянения не могут адекватно воспринимать окружающую обстановку, не могут полностью контролировать дорожное движение, в результате чего происходят эти ДТП, в которых, как показывает опять же практика, страдают ни в чем не повинные люди. Поэтому в очередной раз напоминаем, что если вы выпили алкоголь, ни в коем случае не стоит садиться за руль. Нужно в первую очередь думать не только о себе, но и окружающих, которым именно им вы можете принести боль и страдания. А также под колесами транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения может оказаться ребенок. Ну а на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА